Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! После нескольких поездок в Европу, американец Пол Морфи окончательно осел в родном Новом Орлеане, играл в шахматы очень редко, и то исключительно со своим другом детства Шарлем Марианом. Как правило, это были партии с Форой, обычно Пол Морфи давал вперед коня Б1, как в этом интересном поединке, который мы сейчас с вами и рассмотрим. Эта партия типична для Пола Морфи. Изначально, имея фигурой меньше, он разыграл Гамбит Эванса, в дальнейшем очень активной и напористой игрой заставил таки дрогнуть своего соперника, и создал очень красивый и поучительный пример атаки, имея всего лишь ферзя и коня. Ну а у соперника в тот момент фигур было вдвое больше, но, как мы понимаем, в шахматах материал далеко не всегда является решающим фактором. Итак, Пол Морфи начал эту партию ходом Е4, Е5, К3, К6, С4, С5. Итальянская партия, и здесь, конечно, Б4. Интересно, что в партиях сдачей вперед Пол Морфи применял те же дебюты, которые применял и в обычных партиях. Королевский Гамбит, Гамбит Эванса, очень часто получалась защита двух коней и другие острые начала. Слон бьет Б4, С3 и С5. Белые делают рокировку, черные открывают белопольника, Д4, происходит размен и слон Б6. Белые играют Д5, конь А5. Это нападение на слона не опасно для белых, так как на взятие последует ферзь А4 с отыгрышем материала. Но, конечно, когда вы имеете изначально на одну фигуру меньше, вам не хочется менять фигуры. Но Пол Морфи играет Е5, допускает взятие на С4, ферзь А4, слон Б7, ферзь бьет С4 и конь Е7. Черные уже готовы сделать рокировку, и после ладья Е1 два нуля последовало, но Морфи играет слон Ж5. Его идея забрать на Д6 и скушать на Е7, поэтому защита ладья Е8. А белые играют Е6. Что же делать черным? Здесь нужно было просто разменяться на Е6, а потом пойти слон С6. На этот вариант указывает исследователь творчества великого американца, гроссмейстер Геза Мороци. Но черные просто отошли слоном на начальную позицию. Конечно, очень некрасивый ход, и его шахматная сила также невелика. Пол Морфи забирает на Ф7, после короля Ф7, ферзь Ф4. Король Ж8, ферзь Х4. Пол Морфи создал очень серьезное давление. Конь связан как по диагонали Х4, Д8, так и по вертикали Е. В этой позиции черным нужно было расстаться с лишней фигурой, и просто развить слона на Ф5. После взятия ферзь Д7, и на слон Ж5 ферзь Ф7. Черные отразили непосредственные угрозы, сами контратакуют пешку Д5, которая является изолированной и слабой, а также имеют два мощных слона. Все эти факторы позволяют черным смело смотреть в будущее, они имеют отличные шансы победить. Но Шарль Морфи вцепился в своего коня, играет король Ф8. Таким образом, не только выпускает большой перевес, но и сразу же попадает в абсолютно проигранную позицию. Как правило, Пол Морфи, создавая очень серьезное давление на расположение соперника, дожидался в итоге ошибки с его стороны, и дальше не выпускал своего оппонента. Так и в этой партии. После взятия на Х7, позиция черных уже проиграна, но это далеко не очевидно. Пол Морфи действует как настоящий шахматный компьютер, безошибочно и неумолимо. Ферзь Д7. Черным как-то надо защищать свои слабости, как-то нужно развиваться, но они не успевают этого сделать. Взятие на Е7, ладья Е7 и конь Ж5. У белых все меньше фигур, но оставшиеся на доске силы развивают бешеную активность. Сейчас угрожает мат на Х8. Размен на Е1 ничего не менял. Линия Е все равно оставалась в руках белых. Поэтому Морян пробует тактический шанс. Слон бьет Ф2. Конечно, если забрать слона, то черные достигают весьма комфортной позиции, разменивая ферзи. Ферзи Ф5. Взяли, взяли. Ну и конечно, в этом положении у черных на пешку больше и отличные шансы на победу в Эншпиле. Но шахматы не шашки. Брать на Ф2 Морфи не обязан, поэтому просто отходит на Х1. Взятие на Е1, ладья Е1 и слон Е1. Посмотрите, у черных 4 фигуры. Королей, конечно, мы не учитываем. А у белых всего лишь ферзь и конь. Но расположение белых фигур настолько эффективно с точки зрения атаки на короля соперника, что здесь эти 4 черные фигуры совершенно беспомощны. Черные в итоге форсированной игры вынуждены отдать своего ферзя всего лишь за коня соперника. Ферзь Аш8, Король Е7 и Ферзь бьет Ж7. У черных небогатый выбор. Если отойти на Е8, то после Ферзь Ж8, Король Е7, Ферзь Ф7, Король Д8, Конь Е6. Ферзя на Е6 нужно отдавать. Белые берут пешкой. Ну а если сыграть Король Д8, что и было в партии, то сразу Конь Е6. Очевидно, после Король Е8 следует красивый мат Ферзь Ф8. Поэтому нужно забирать, что и сделал Мариан ДЕ. В этой позиции угрожает мат Ферзь Ф8. Если дать свободу Королю, то вперед движется пешка Е. Король Д7 и Ферзь Ф8 с неотразимой угрозой Е8 Ферзь. Поэтому Мариан обреченно забрал эту пешку. Но, конечно, после Ферзь Ф8, Король Д7 Ферзь бьет А8. Остался без ладьи в абсолютно безнадежной позиции. И сразу же сдался. Вот такая очень красивая партия Пола Морфи. Повторюсь, она типична для американского гения. Создал он очень серьезное давление на позицию соперника. В определенный момент Шарль Мариан дрогнул. И одним единственным ходом не только упустил очень большое преимущество. Но сразу же угодил в безнадежную позицию. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.